Волк среди нас Постоянно сбегает в Фабултайл и досаждает Бигби. Его постоянно ловят и отправляют назад на ферму, но это его не останавливает. Так, и вот у нас это Белоснежка, помощник заместителя мэра. Белоснежка может казаться холодной, так как в прошлом в родных землях с ней плохо обращались. После нападения и заключения, не говоря уже о покушении, она вышла замуж за прекрасного принца. Но брак продлился недолго. Снежка узнала, что принц изменял ее с сестрой Красной Розой и развелась с ним. После исхода Снежка сосредоточила все свое внимание на поиске безопасного места для сказаний в этом новом мире. Сейчас она занимает должность помощника заместителя мэра Фабултайл. К нам кто-то пришел. Не то, что стучит, но ломится. Может быть, эта девушка пришла? Нет. Бигби! Снежка! Пошли со мной! Куда с тобой? Что случилось? Снежка! Снежка! Что? Извини, я... Что такое? В чем дело? В данный момент я сама не понимаю, что случилось. Нам нужно поторопиться или... Привет! Привет, доброе утро! Или вечер. Ага. Это кто-то такой еще рыжий? У этих стен есть уши. Нам нужно быть начеком. Поговорим снаружи. Да что случилось-то? Ну, походу, что-то очень страшное. О... Что там? Труп? Просто куртка. Что, блин, здесь происходит? Кхе-кхе. Охренеть. Ты знала эту девушку? Она не из простаков, верно? Она не из простаков, верно? Кто она? Она работала. Работала? Я не... То есть, я тоже работаю? Что тут? Гравосек. Он напал на нее, а я заступился. Тогда он попытался убить нас двоих. Нет, ты же не думаешь, что он... Я пока еще ничего не думал. Погоди секунду. Это просто ужасно. Итак, кто нашел ее? Я. Она вот так здесь и лежала, я не трогала ее. Взяла кнопку Гримбла, чтобы накрыть ее, а потом... Я пошла сразу к тебе. Никого с тобой не было? Нет. Бигби, неужели один из нас сделал это? В его утавлении не было убийств довольно долгое время. Все больше причин, чтобы не паниковать, пока мы не разберемся. Осмотрись, у нас нет так много времени до того, как люди начнут ходить здесь. Кошмар. Все-таки ее убили. Так. У меня что-то вон два рту. Что за... Ее ленточка! Это ее ленточка? На кольце какой-то символ. Я... Я не узнаю его. Я тоже. Странный пояс. Чем ее так? Чем можно сделать такое? Чем-то очень острым или чем-то зачарованным? Она была оставлена здесь с определенной целью. Что ты имеешь в виду? Как видишь, ее не просто кто-то выбросил. Она была положена сюда на мере, чтобы мы нашли. Что за монстр мог сделать это? Мне кажется, навдать ли это дровосек? Извините, я просто не могу поверить в происходящее. Что... Что будешь делать дальше? У нас есть еще немного времени. Я должна соприться. Ладно, не походи. Так. Здесь он кровь видел. Мне кажется, что там что-то валяется. Кровь. Пятна крови. Думаю, она здесь. Час. Возможно. Час. То есть она тут час уже лежит. Так. Кусок ткани какой-то. Ткань. Похоже, джинсовая. Немногому говорит. Просто ненужный мусор. Так. Ненужный мусор. Что такое? Кровь. Еще свежая. А, не острый. Кто-то, походу, порезался. Ага. Так. Возможно, кто-то зацепился за ограду, пока поделизал. А потом оставил след, который я обнаружил ранее. Мне кажется, тут пакет валяется, где голова была. Я удивляюсь, как еще мусорщики находят сюда дорогу? Так. Здесь у нас ничего нет. А, вот. Можно выбирать. А здесь есть что-нибудь? Кто-то знает. А, все, что ли? Туда я не могу идти? Ну, да. Надо поговорить со снежкой. А, вот. Можно ткань показать. Что ты делаешь? Тщательность не помешает. Конечно, просто поторопись. У нас мало времени. Нет, это не ее. Мы должны унести ее, пока кто-нибудь нас не заметил. Разве знаем больше в администрации? Они должны быть написаны в книгах, я уверена. Бигби, у тебя есть представление о том, что здесь происходит? Как это произошло? Почему ее? Это послание. Послание? Даже не знаю, Бигби. Я все время получаю жалобы на администрацию, но... Тот, кто это сделал, точно не скрывал этого. Местоположение головы. Точно. Это умышленно. Это умышленно. Она была оставлена здесь специально, чтобы мы нашли ее. Все мы. Ну, да, пожалуй, ты прав. Убийца хотел, чтобы мы узнали о том, что он сделал. Я должна сказать об этом Крейну. Король Коу уехал, и пока что он исполнит обязанности мэра. Он должен знать. В любом случае он узнает, что он не скрывает. Не говори им. Это все усложнит. У меня и так достаточно мотивации, чтобы найти того, кто это сделал. Он ведь мэр, заместитель мэра. Шутка, а не должность. Я подумаю над этим. Я просто не хочу, чтобы он вмешивался. Крейн сейчас не так важен. Нам надо узнать, кто эта девушка. Так мы сможем выйти на того, кто это сделал. Отнеси его у доктора в свиной сердце. Он осмотрит ее. Стоитимся в администрации. Свиной сердце. Мне кажется, эта ленточка играет важную роль. Потому что нельзя же она так спросила. Как тебе лента там? Ты что, слепой? Не видишь тут очередь? Я торчу здесь уже полчаса. А ты соберешься просто так взять и войти? Хорошо бы шериф не делал, что хочешь. У меня нет на это времени. Ага, как и у всех остальных. Ой, ебак. Тут посмотри какой, блядь. Он шериф вообще-то. А теперь вы говорите мне, что убийцы свободно разгуливают по улицу? Вы двое решили действовать за моей спиной. То, что вы единственная, кто приносит мне такие вести, мисс Снежка. Единственная, кто просто так наткнулся на эту катастрофу прямо у нашего порога. Паника, последнее, что мне нужно, пока мэр Коу в отъезде. Вы меня поняли? Да, конечно, но... Не перебивайте меня, мисс Снежка. Но вы же задали мне вопрос. Не увиливайте мисс Снежка. Вы виноваты в этой ситуации. Тебе же, Давид, держать здесь все в полном порядке. Это катастрофа. Если именить кого-то, это меня. Тебе не нужно кричать на нее. Твоя роль в этом деле уже ясна. Кстати, о ней поговорим. Вы, шериф, несете ответственность за жителей Фаблтаун. И ваш провал стоил кому-то жизни и сохранности всего сообщества. Скажите мне, что вы не сидели сложа руки? Ага, ее сочинер. Ее, она была... Да, у нее были проблемы с деньгами. Просто прекрасно. Мало того, что убили сказание, так она еще и была проституткой. Вы должны разобраться с этой ситуацией быстро и по-тихому. Нельзя допустить, чтобы жители Фаблтауна узнали об убийстве. Об убийце. Снежка. Да, сэр. Сейчас же позвони Вивен и предупреди, что на массаж я приду пораньше. Сделаю. Гибрилка вина, которую ты должна была купить. Да, забудь. Ничего не можешь делать правильно. Ты казен, а ему что, приступал? А вы, Шриф, делайте свою работу. Или мы найдем вам замену. Знаешь что? Не надо. Мы сейчас же займемся этим, сэр. Еще чуть-чуть, и он бы его послал. Ты бы только разозлил его еще больше. Ладно. Все могу пройти и лучше. Я же говорю тебе не рассказывать ему. Я знаю, надо было прислушаться к тебе. А Крейн не любит, когда кутит в его... Не важно. Вот ублюдок. Ага, твердый 8 баллов по шкале ублюдства. Шкале ублюдства. Как-то странно звучит. Он ушел? Да, наконец-то. Ух ты. Опа. Винишко кто-то забрал. Бафкин! Здравствуйте, мисс Снежка. Пьешь в такую рань? Где ты ее взял? Она была на столе мистера Икабода. А ты не подумал, что она принадлежит ему? Возможно. Как у вас дела, мистер Бигби? Неплохо, Бафкин. Спасибо за вопрос. Бафкин, дащи книги. Какие книги? Те, в которых расписаны все сказания. А поконкретнее? Принеси первые три. Вернусь через пару минут. Он понял, о чем я. Здесь должна быть информация о ней. Где-нибудь. И мы, наконец, узнаем ее на встрече и мисс Книг, который сейчас ищет Бафкин. А пока смотришь, может, зеркало сможет помочь. Волшебное зеркало. Мне нужно срочно уладить со встречи, но дай мне знать, если тебе что-нибудь... Там, что-нибудь... Так, давайте в сказание зайдем. Простаки. Сокращение от простого и простого, это термин, включающий в себя все определения, которыми жители Фаболтауна называют обитателей города, не владеющих магией. Охранные заклинания окружают Фаболтауна, а также фермы, и держат простаков в состоянии рассеянности и вечного уныния. Однако, если что-то подвлечет внимание большой группы простаков, охранные чары не выдержат и рассеются. Одна из основных обязанностей Бигби, как шерифа Фаболтауна, держать население города подальше от любых интересных ситуаций. Так, кто такой Бафкин? Библиотекарь. Бафкин, говорящий от кроватой обезьяны из страны Оз. Сейчас он занимает должность библиотекаря и тратит все свое время на чтение и кражу выпивки у заместителя мэра. Он склонен к панике, поэтому, когда что-то идет не так, он винит во всем себя. Он полезен тогда, когда считает нужным, но большую часть времени он пьет. Когда-то давно его уволили, но он оказался единственным, кто может разобраться во всей этой системе. Так, Икобот Крейн, происходящий из заходничьего города Сонная Лощина, занимает должность заместителя мэра на протяжении 115 лет. Крейн очень серьезно относится к своей работе, но это не значит, что он хорошо ее делает. Как представитель элиты города, Крейн часто закрывает глаза на проблемы менее знатных граждан. Крейн властолюбивый, трусливый и вечно что-то скрывает. Так, зеркало. Что тут еще есть? Больше ничего, да? Только зеркало. А, нет, это что такое? Карты. Сила проявляется в разных формах. О! Кстати, это очень похоже. Черт, что это, блядь, означает? Десятка мечей. Он не знает, что это, но он взял. Лампа! Лампа Аладдина. Попытка, не пытка. Это да. Так, надо бы с зеркалом поболякать. Поговорить, может, он что-то нам скажет. Эй, зеркало, у меня вопрос. Ты знаешь правила. У меня нет времени на эту хрень. Не будь так жесток, но и без терпения. В твоем обращении не хватает уважения. Свет, мой зеркальце, скажи, где сказания доложи. Ну вот видишь, неужели это было так сложно? Ага, еще одно слово не подделай, я подделываю в тебе дыру. Нет нужды. Ладно. О каком сказании ты хочешь узнать? Так, ооо, я не знаю ее имени пока что. Но пока имя не получу, ничем помочь я не могу. Так хорош ты с тихами. Давайте дровосека. Покажи мне дровосека. Где он? Ты видел полную картин, и дровосек шатается по миру. Да ладно, где именно? Извини, Бибби, я вижу то, что видел ты. Покажи мне белоснежку. Странная просьба, она ведь в этой же комнате. Покажи мне Бабкина. Бухает, наверное, сидит там? Ну? Эй, брось бутылку, принимайся за работу. Еще, еще. Так и знаю, что он бухает. Хорошо, возвращайся, захочешь спросить о кого-нибудь или о чем-нибудь еще. Хорошо, зеркало. И как мы будем ее искать? Что-то интересное. Так. Ну-ка. Что это значит? Карта Таро-Террор, альтернативные рисунки. Я бы не полагался на их достоверность, Бибби. Ага, ты мне очень помог. Предсказания туманны. Я же чист, как стекло. Все понятно. Он ничего нам не может интересного рассказать. Так, давайте к ним подойдем. И узнаем, что они там смотрят. Так. Книга сказаний. Начнем с этого. Любая информация о сказаниях из нашего сообщества будет в этих книгах. Так, Белоснежка, Богдрова, Сек. Опа! Это... Она, наверное. Кажется, ее звали Шапочки. Ей не удалось сбежать. Так, ну я же вот нашла. Это вот это вот... Не помню, как это девочку зовут. Я уже видела это раньше. Это символ на его одежде, такой же, как и на кольце. Может быть, это ее отец или муж? Здесь режется большая часть символов старых времен и информация о семьях, которым они принадлежали. Если здесь есть такой, мы узнаем ее имя. Я не помню, как называется эта сказка. Вот что там, девушка в ослиной шкуре. Так. Символ. Вот, кольцо. Зашибись. Что, не так? Я ни хрена не понимаю. Могу помочь. Ага, спасибо. Мы заботимся друг о друге. Не перестарайся. Вот оно. Откуда этот символ? Какой семьи или из какой истории? Странная какая-то. Фамилия Алирау. Пойду искать. Алирау? Алирау? Что с немецкого помеху каждого вида? Ослиная шкура? Да, что там сказано? Ослиная шкура также известна, как Аслина, ныне известна, как Вера. Как поэтично. Бавкин, давай без комментариев. Сказка об ослиной шкуре. Жил-то был великий король с прекрасной королевой. Однажды королева серьезно заболела и взяла с мужа обещание, что женится только на самой красивой девушке во всем королевстве. После долгих поисков стало понять, что единственной женщиной, равной по красоте королеве, была его дочь, Вера. У нее был волшебный патч, сделанный из шкуры, самого лучшего ослабления, надлежавшего ее отцу. Он прятал ее красоту. В конце концов, она вышла замуж за принца, который мог видеть ее настоящую красоту через закладыванный патч. Жили они долго и счастливо. Мне поставить печать, мисс Снежка? Да, пожалуйста. Ну да, это она. А как зовут ее мужа? Лолренс, принц Лолренс. Мы нашли, что искали. Ее зовут Вера, она замуж за принцей Лолренсом. Это больше, чем мы ее звали Вера. Угу. Нам следует поговорить с ее мужем. Думаешь, он это сделал? Если это так, то меня это не удивит. Мы не можем его исключать. Так, там тебе надо сходить к этому, к зеркалу. Так, давайте поговорим с ним. Бла-бла-бла, скажи, бла-бла-бла, доложи. О каком сказании ты хочешь узнать? Так, Вера. Покажи мне, покажи мне Веру. Здесь и сейчас она мощной магией скрыта. Не в угоду тебе, мои уста закрыты. Мои уста закрыты, она же говорила так. Уста закрыты. Не мне решать, что говорить. Должно всегда так просто быть. Так, она же говорила это. Покажи мне отца Вера, старого короля. А, он давно мертв. Думаю, это убирает его из списка подозреваемых. Он вроде бы принц. Покажи мне принца Лоренца. Чем это он занимался? Где это? Где? Что? Ты знаешь, где может жить принц Лоренц? Если он принц, то наверняка в Южном Бронксе. Желтое здание, красные ставни. Красные рамы. Ага, именно так. Я могу доставить нас туда. Он, походу, себя убил. Что-нибудь полезное? Пока что информации хватит. Пойдем, отправляемся к принцу. Простите, я должна ответить. Алло, администрация в Уудле... Да, я... Он здесь. Минутку. Бигби, это тебя. Бигби, это я, жаба. Что тебе нужно? Бигби, чё, слушай внимательно. Здесь кто-то наверху копается в вещах дровосека. Давай сюда, Бигби, до того как... Погоди, повиси пока. Ау, блять, эй! Что случилось? Трудно сказать, но у жабы происходит что-то неладное. А что значит мужа Веры? Я не знаю, не могу сказать точно, но он может быть в беде. В любом случае, нам нужно к нему, чтобы обыскать квартиру Веры. Жаб может подождать. Как только будешь готов. Ну, в принципе, мы готовы. Да, жалко эту девушку. Жаб сказал, кто там был? Не знаю, возможно, кто бы там ни был. Не похоже, чтобы жаба была ему рада. Ладно, возможно, принц Лоурд подождёт. Ты не видела его, он тоже может нуждаться в помощи. Ладно, куда направимся в первую очередь? Куда мы в первую очередь направимся? В принципе, Клоуренс там, походу, уже умер. Давайте в квартиру жаба. Жаба, кажется, нужна помощь прямо сейчас. Но можно сходить к принцу Лоуренс позже. Хорошо, всё равно как-то не хочется бежать и сообщать ему такие новости. Вон там, магазин хрустальных туфелек. Так, мы опять в квартире Дровосека. Закончили все тем, что мы выпали из окна, и я приземлюсь на машину жаба. Да уж, ну и погром. Да, при немного сети выглядят ещё хуже. Офигеть, в окно называется выпали. Там полстены. Там кто-то есть? Ну да. Жди здесь. Как бы нам сейчас не прилетело по голове. Чёрт. Мне кажется, он где-то там. Прости. Всё, хватит. Прекращай. Так, тут у нас ничего нету, да? Чё там случилось? Это его сын? Жава? Думаю, да. Будь повежливой, ладно? Чё там на сына-то орёт козёл? Бигби, мисс Нежка, надеюсь, вы весь тут проделали не потому, что я попросил. Прости, Бигби, не ловко признать, но мне кажется, что кто-то шастает в квартире Дровосека. Но никого-то мне оказалось, я проверил. Просто из трубы капает. Воображение должно быть разыгралось. Там действительно кто-то был, но он смылся, и едва мы сюда зашли. Что, правда? Значит, твоего папу лучше ещё прослужит год или два. Пока ещё не совсем оглох, а? Так жалко его. Он такой хороший. Ты в порядке? Он в порядке, мисс Нежка. Просто ударился ногой. Раньше, чтобы по ути не ходить весь в отца. Хочешь? Так что, думал, вам можно идти, тут больше нечего делать. Я уйду, когда посчитаю нужным жаб. Я просто хочу здесь осмотреться. Чем больше ты болтаешь, тем больше времени это займёт. Так что заткнись и встань там. Ладно, ладно, я просто не хочу тронить ваше время только и всего. Присаживайтесь, наливайте чай, чувствуйте себя как дома. Ох уж эти взрослые, правда? Эй, слушай, Мухолов сказал, у тебя есть здоровская коллекция насекомых. Мне будет очень хотелось на неё посмотреть. У меня там есть долгоносик. Классно. Смешка хорошая. Дешилая ребёнка. Только не натопчи мне тут, пока ищешь непонятно что. Да, конечно. Что-то он скрывает. Жаб ещё... Тот, блин. Говнюк. Лампа. Как это случилось? Ёбаный в рот. Наверное, ты Дэн свалилась со стола. Вот так. Лампа взяла и свалилась. Или, если он постарался, бегал, здраво, что-нибудь. Кто его знает? Опа. Что-то там... Мне кажется, есть. Странное. Так, пятно. Кто-то встрял. У тебя кровь не идёт? А что в чём? Кровь ещё свежая. Ну, я порезаю руку, бегаю тут, как баба, искал бинт. Вот и заляпал всё кровью. У Лампа в Дэйвиске кровь на стене ужаса, знаю. Больно, наверное. Только не надо меня жалеть. Рано быстро затягивается, сам знаешь. Не плохо всё-таки бы с казанием. И с жабой. Какой-то он подозрительный тип. Ага. Кочергался в крови, порезал руку, ну-ну. Здесь тоже кровь. На кочерге? Да. Да, что случилось? Да, точно. Вот как всё было. Я мешаю ей угли, а потом у меня рука дрогнула, и кочерге, она почти просекла ногу. Болит просто адски, зараза. Если хочешь что-то сказать, говори. Погоди-ка, ты порезал ногу? До этого ты говорил про руку. Да нет, я порезал руку. Сначала порезал руку, а из-за этого уроню кочергу и пораню ногу. Неудачное истечение обстоятельств, это всё. Пиздишь ты нам. Мне кажется, это был какой-то удар. О боже, только не надо сгущать краски, нечего тут гадать, шериф. Я уже всё сказал. Почему ты мне не веришь? Мне кажется, ты что-то скрываешь. Что-то скрываю? Возможно. Но, честно скажу, я пока не уверен. Но мне кажется, что где-то ты мне собрал. И если ты будешь стоять на своём, тебе же будет хуже. Я не вру, честно. Посмотрим. Так, ну-ка, тут ещё что посмотреть. Снова кровь? Нет, какой-то отпечаток на пыль. Ты что-то переставлял? Наверное, какой-нибудь из игрушек мальчего, кто знает. Лампа. Вот почему розетку показали. Как там могла стоять лампы? Чё подбить бы, какой защёл утром? Лампа раньше стояла здесь, верно? Там потому что заняты розетки же. Просто скажи правду. Ничего здесь не было. Ну ничего. И вообще, с чего ты взял, что лампа стояла там, в конце концов? Потому что лампа всегда стояла там, жаб. Она стояла там. А теперь она там. Она стояла там, на столе. И оставила след. Я просто сделал перестановку. Что с этого? Чёрт, дружище, хватит уже. Окно. Когти. Какие-то реально когти тут. Естественно, под оконики какие-то следы. Но я же сказал, младший вечно свои игрушки бросает повсюду. Не похоже, чтобы они остались от игрушки. Но... Ночью, когда я вышел, я был сам. Не своё отволнение-то, понимаешь? И я даже забыл взять ключи. И мне пришло залезать через окно. Да неужели? Чуть до смерти ребёнка не напугал. Ну, чуть до смерти. Так, он врёт. Что-то здесь случилось. Ладно, надо со Снежкой поговорить. Хотя многие люди думают, что это так. Вот как. Объяснил что-нибудь? Жава что-то скрывает, но я пока не знаю, что именно. Его сын ничего не говорил? Нет, ничего такого. Сначала он был очень расстроен, но не говорит почему. Что-то происходит. Побудь с ребёнком, пока я совсем не разберусь. Они хотя бы о ребёнке думают. Так, опа. Сломанный замок. У тебя дверь сломанная. Чего? Дверь сломана. Как будто бы сюда хотели проникнуть силой. Боже мой, грёбаная дверь уже пару недель как сломалась, дружище. Вся прогнила. Этот дом из меня всю кровь выпьет. Так, ну мы... Сломалась, значит. Жава, давай, расскажи мне, как всё было. Эта квартира, шериф, разваливается на куски, и вот и вся проблема. Здесь всё сломалось, прогнило и разбилось. Почему ещё, по-твоему, ты так воняет? Это не освежитель воздуха, так узнаешь ли. Бигби, умоляю, хватит, сжалься надо мной, старина. Я спокойно хотел пройти день вместе с сыном, а я трачу время стоять здесь, пока ты... Ты разлихиваешь тут кругом. Я извиняюсь за то, что позвонил, правда, но, пожалуйста, пожалуйста, просто уходи. Нет. Нет? Ты говоришь мне прямо в лицо, что я якобы что-то скрываю. Слишком долго ты тут рыщешь, нечего тут искать. Так, когда? Когда ты наконец уйдёшь? Чёрт, чувствуешь себя как на допросе. Когда? Когда ты скажешь правду, жаба. Но я сказал тебе всю правду, дружище, господи Иисуси, чего тебе ещё надо? Жаб, твоя история сплошная брехня. Ты не поранился кочергой. Ключи ты не забывал. Не хочешь рассказать, что происходит? И мне кажется, я ей не нравлюсь. И мне... Ой, я бы не стала так говорить. Как успехи? Мистер Жаб, у вас кровь идёт? Сними шляпу. Ему кто-то голову пробил. Вот это тот самый... Почергаю. Это был тот, дуболом из близнецов. Тру-ля-ля или траля-ля. Пади разбили, кто из них кто. Он ворвался до крича какой-то вещи, которая есть у дровосека. Или он только думал, что есть. Не знаю. Он перевернул всё вербном. Избил меня, когда я сказал, что у меня ничего нет. Я пытался бежать через окно, но он заточил меня обратно. Ты знаешь, куда он пошёл? Он сказал что-то про принца Лоренца. Я не знаю, был ли он там или только собирался туда пойти, но принца он напомянул. Я бы всё рассказал. Я хотел, правда, хотел. Но он сказал, если узнать, что я поработался с тебе или мисс Нежки, он вернётся и убьёт моего сына. Я даже попытался дать этому блюдку её накидку. Не взял. Чё накидку? Девушки. Папа иногда одолжил от вещи у жильцов. Ну, иногда. Одолжил? Я ничего не крадал. Может, ты её удивишься, кто знает. Я просто собираю то, что здесь бросили. Что ж, мы забираем накидку, если у неё есть родные или близкие. Ладно, принеси им накидку. Так-то неплохая одежда. Ослиная шкура. Но на улицу я бы в таком не вышел. Подожди. Странно. Какое-то письмо? Это конверт. Ну, конечно. Не удивлюсь, если я дал вам карту ведущих сокровища. Это адресона без Лоуренсу. Что будем с этим делать? Открыть давайте. Это всё-таки улика. Прости, Вера. За что она могла извиняться? Я не знаю. Возможно, Лоуренс знает. Какой полной неожиданностью был этот день, не правда ли? Я бы проводил вас, но, боюсь, залью кровью квартиру. Было приятно вообще с тобой, Ти-Джей. Спасибо. До встречи. Такой милый ребёнок. Он всё-таки любит своего сына. Так, ну, нам, получается, надо теперь... У тебя всегда так всё гладко проходит? Не сказал бы. Итак, теперь принцем... Да, Лоуренс. Наш лучший вариант. Единственный. И не поспоришь. Всё-таки нельзя, мы к Жабу заехали. Так, давайте уже в следующей серии пойдём туда. А то мы и так что-то затянули тут. Но Жаб, конечно, он такой хитро сделанный. Но, с другой стороны, конечно, он беспокоится за своего сына. И зачем он будет говорить. И, получается, всё произошло так, что мы стали подниматься. А этот кто-то, ля-ля, там, траля-ля. Он, получается, вышел из квартиры, мы прям разминулись. И он пошёл к Жабе. И то есть вот эти вот... То есть крики и плач это как раз-таки вот было всё в то время происходило. Понятно. Так. Ладно, давайте тогда на этом всё. Всем спасибо, ребятки, за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, и вступать в группы, все ссылочки в описании. И нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видосики и стримы. Ну что, на этом всё. Всем спасибо, всех люблю. Пока-пока.